здравствуйте уважаемые подписчики ваше число на моем канале приближается к пяти тысячам это и немного и немало сегодня у нас с вами интересная тема как выбрать луковицы гладиолусов для посадки недавно я получил по почте от фирмы беккер луковицы гладиолусов вот в данном случае black jet и white prosperity белый гладиолус и один из моих друзей подарил мне несколько луковиц и сегодня мы с вами как раз поговорим о качестве посадочного материала и как выбрать луковицы если вы где-то на рынке или в магазине и у вас есть возможность выбрать давайте посмотрим на эти луковицы ну вот луковица вроде бы не маленькая и небольшая больше пяти сантиметров в диаметре ну по высоте она плоская такие луковицы уже старые поэтому еще под вопросом пробьется ли вот эти вот ростки вот здесь вот ростки и будет ли вообще эта луковица цвести чем тоньше скажем площадь это луковица тем ближе день ее так скажем смерти и в один прекрасный момент она когда вы ее посадите она у вас не взойдет давайте посмотрим какова высота луковиц у новых значит экземпляров которые я получил по почте давайте посмотрим вот берем значит разрываем этот пакетик и шелушим луковку перед посадкой конечно нужно их расшелушить полностью и замочить в марганцовке обязательно на полчаса или даже более вот посмотрите идет так скажем росток и мы видим что все-таки это луковица плоская она скажем так не первой свежести большой самый крупный цветок получится у вас из той луковицы высота которой больше нежели диаметра получить такую луковицу можно следующим образом вы как обычно сажайте вот такие вот луковицы и когда у вас будет стрелка выйдет цветонос вы не разрешаете ему цвести то есть вы срезаете ему таким образом луковица наполняется питательными веществами и именно такая луковица даст вам уже к сожалению на следующий год самый крупный цветок ценятся конечно гладиолусы за свои цветы вот предположим оскар всеми известный сорт темно-красный но к сожалению он не держит более пяти цветков открытыми ценится конечно сорта когда они держат в своем колосе когда колос большой широкий двухрядный более десяти цветов и вот такие например сорта как white prosperity как раз и держат именно 10 но не более конечно это не выставочные экземпляры выставочные экземпляры держат от 15 цветов и чтобы получить такой гладиолус как я уже сказал нужно не разрешить этой луковицы цвести то есть цветок нужно срезать на следующий год у вас будет самая крупная луковица которая даст вам выставочный экземпляр гладиолусов возьмите это себе на заметку когда мы с вами сажаем гладиолусы сажают гладиолусы когда раскроется листья на березе когда лист березы падает пора гладиолусы выкапывать можно попробовать не выкопать гладиолусом на следующий год процент их схожести будет крайне низок где-то ну 30-40 процентов хотя вот лично я поначалу когда я не знал я не выкапывал свои гладиолусы и замечал что у меня почему-то теряются луковицы но тогда я был начинающий садовод и практически ничего не читал про цветы и так повторю если высота луковицы больше ее диаметра такая луковица самая ценная и не факт что вот из такой скажем маленькой луковки у вас будет цветок меньшего размера чем из такой или даже из такой то есть здесь размер цветка сила самого цветоноса от величины вот этой луковицы ничего не зависит также хочу обратить ваше внимание вот видите черные места это парша необходимо вот такие вот черные точки все срезать и обработать их бриллиантовым зеленым то есть зеленки только после этого сажать ну на высоту 10-15 сантиметров не глубже если у вас появился трипс и также различные заболевания вот такие вот видите луковицы скажем так с такими выемками приходится менять землю гладиолусы никогда нельзя сажать на то место где они росли ранее а также если место затененное противно случай у вас будет цветонос изогнутый и цветы будут видеться они идти по полосу скажем так в два ряда ну что ж желаю всем правильно выбирать луковицы гладиолусов и пусть у вас будут прекрасные цветы спасибо вам за просмотр увидимся в следующем видео